Присаживаемся в любое доступное медитативное положение с прямой спиной, макушкой вытягиваемся вверх, плечи расправляем, грудную клетку расправляем, прикрываем глаза. И пару минут настраиваемся на предстоящую практику, ровное спокойное дыхание, вдох начинаем снизу живота, расширяется живот, затем расширяется грудная клетка и приподнимается ключица. Выдохи осуществляем в обратной последовательности, опускается ключица, поджимается грудная клетка и подтягивается живот. Такое дыхание называется полным йоговским дыханием. Сейчас мы пробуем успокоить свой ум, все посторонние мысли откладываем, настраиваемся на практику. Чем сконцентрирование мы будем на практике, тем эффективнее она пройдет для нас. Пока мы дышим, настраиваемся. Немножко расскажу, что нам сегодня предстоит. Мы стараемся поработать с нашим дыханием, то есть у нас будут подходы к дыхательным упражнениям. Будем разрабатывать мышцы, отвечающие за дыхание. Ну и также стараемся проработать все тело. Для более опытных практиков можно применять дыхание у джаи, дыхание через суженную горловую щель. Выполняется она следующим образом. Мы на вдохе говорим со, на выдохе хам. Делаем это с закрытым ртом, с суженной горловой щелью, то есть как будто шепотом. Выглядит это следующим образом. Мы сегодня попробуем вместе поделать это упражнение. Так что все успеют с ним познакомиться. В течение практики старайтесь не отвлекаться на соседей по коврику. У нас у всех разный уровень подготовки, разные анатомические особенности, разная гибкость. Мы работаем со своими закрепощениями на данный момент. Стараемся их проработать. У нас нет здесь никакого соревнования, не нужно никому ничего доказывать, что мы более сильные, более гибкие. Будьте честны перед собой, вы работаете со своим телом. Постарайтесь его как следует разработать. Также обращаем внимание не только на свое тело, но и на свой ум, свои мысли. Напоминаю, сейчас мы дышим полным йоговским дыханием. И далее с очередным вдохом, по крайней задней траектории, поднимаем руки над головой. Намасте перед грудью. И чтобы подготовить пространство к сегодняшней практике, споем троекратную мантру Ом. Глубокий вдох. Ам. Ам. А-а-а-а. Короткое простирание, знак взаимного уважения. Вытягиваемся макушка вверх Начнем с разминки шеи С выдохом опускаем голову вниз Со вдохом уводим ее назад Выполняем в ритме своего дыхания Растягиваем переднюю и заднюю поверхность шеи Далее включаем в работу руки Со вдохом разводим руки в сторону Грудью тянемся вперед С выдохом скругляем спину Обхватываем себя руками Позвоночником тянемся назад Со вдохом вновь развели руки в сторону Грудную клетку расправили С выдохом скругляем спину Обхватываем себя руками Выполним таких несколько движений Проработаем наши плечевые сталы Разомнем их чуть-чуть И включим в работу позвоночник Плавно начнем его разогревать Также разрабатываем грудную клетку Стараемся сочетать все с дыханием Сегодня уделяйте побольше внимания дыханию Плавно завершаем Опускаем руки на бедра С выдохом правым ухом потянулись к правому плечу Вдох в центральное положение Выдох левое ухо к левому плечу Стараемся двигать только головой Плечи у нас зафиксированы Кто идет дальше, хочет увеличить нагрузку Противоположное плечо от наклона Можно уводить вниз Для увеличения концентрации кончик языка Можно поджать к верхнему небу И удерживать его так в течение всей практики Выполнять нама мудру Далее поднимаем руки над головой Соединяем замочек Потянулись замочком с рук вверх Сделали пару покачивающих, раскрепощающих движений Вытянули позвоночник Глубокий вдох Потянулись сильнее С выдохом правую руку опускаем на пол Левой накрываем себя сверху Взгляд направляем вверх Если доступно предплечье, опускаем на коврик Негодицы от коврика при этом не отрываются Левая рука интенсивно вытягивает нас по диагонали Растягиваем всю левую боковую поверхность тела Ровное, спокойное дыхание Отслеживайте свое дыхание постоянно Завершаем Замочком из рук потянулись вверх со вдохом С выдохом левую руку Опускаем на пол, право накрываем себя сверху И кому доступно, опускаем предплечье на коврик Продолжаем укреплять мышцы шеи Хорошо, плавно завершаем Замочком из рук потянулись вверх Вернули симметрию позвоночнику Опускаем руки на бедра С выдохом поворачиваем голову вправо Вдох в центральное положение, выдох влево Взгляд стараемся уводить за спину Это позволит нам уйти в скрутку глубже Далее левую руку помещаем за правое бедро Правую руку уводим за спину Уполняем скрутку Взгляд уводим за спину Макушкой вытягиваемся вверх Растягиваем позвоночник Все асаны на скрутку должны выполняться с растянутым позвоночником Это обязательное условие в избежание травмы, защемлений позвоночника Кто готов выполнить усложнение, правую руку можно поместить на левое бедро Либо захватить правую стопу Если же у нас рука остается сзади, прослите, чтобы на ней не было нагрузки Она просто поддерживает равновесие Дышим животом, массируем органы брюшной полости Плавно раскручиваемся Правую руку заводим за левое бедро Левую руку за спину Взгляд за спину, скрутка в другую сторону Дыхание животом здесь активно массирует органы брюшной полости Улучшает кровоток Старайтесь не отвлекаться на какие-то посторонние объекты Концентрируйтесь на своей практике Это очень важно, чтобы она принесла вам как можно больше пользы Плавно раскручиваемся Руками перебираем по коврику как можно дальше от себя Вытягиваем позвоночник Лоб стараемся опустить на коврик Нагодицы от коврика при этом не отрываем Ничего страшного, если пока не удается головой дотянуться Главное прикладывать усилия, вытягиваться Напоминаю, что нам не нужно здесь никому ничего доказывать Просто работайте со своим телом Старайтесь его проработать Хорошо Подшагиваем руками обратно к бедрам С выдохом опускаем голову вниз Со вдохом начинаем прокатывать ее по кругу В заднем положении делаем вдох В переднем выдох Задержали голову в нижнем положении С очередным вдохом начинаем вращать в другую сторону Плавно завершаем Далее Вытягиваемся руками вперед Правая рука сверху Разворачиваем ладони Соединяем замочек Получается такая конструкция из рук Далее начинаем выворачивать замочек наружу и внутрь Руки могут выпрямляться Могут пока не совсем выпрямляться Если закрепчены кисти Ничего страшного Стараемся растягивать эту область Темп можем увеличить Далее завершаем Меняем скрест рук Теперь правая рука снизу И также несколько движений Хорошо Расплетаем руки Помещаем пальцы на плечи Начинаем вращать плечами вперед Как можно больше амплитуда То есть стараемся сводить лопатки ближе друг к другу У нас все движения направлены Чтобы разработать Как можно более эффективно и плечевые суставы И грудную клетку Далее начинаем вращать плечами назад Также сводим лопатки ближе друг к другу Отслеживайте свои мысли Возвращайте их на коврик Если они куда-то ушли Далее правое плечо вперед Левое назад Тут немножко надо с координацией движений поработать Если сразу не получается сориентироваться Мы в работу включаем одно плечо Затем другое И объединяем эти движения Хорошо Теперь левая рука вперед А правая назад Отслеживаем Чтобы левое плечо двигалось вперед Хорошо Завершаем Далее Левой рукой потянулись вверх Правую завели за спину Соединили замочек из рук за спиной Либо замочек Либо просто Если не дотягиваете Стянем все руками И далее начинаем в динамике менять Замочки Поменяли руки Правая сверху Левая снизу И дальше Начинаем делать это с увеличением темпа Разогреваем тем самым Наши плечевые ставы Разрабатываем их Не обязательно прям сцеплять замочек Просто нужно Завести руки За спину Постараться как Можно ближе приблизить Пальчики Хорошо Немножко прогрели Далее левую руку заводим сверху Правую снизу И фиксируем такое положение Здесь уже стараемся соединить пальчики Кому как получается Если пальчики соединились То делаем более глубокий замок Левое То есть верхнее плечо Стараемся отводить дальше За спину Можно помочь себе головой Упереть в плечо То есть не допускайте Вот такого варианта Это неправильно Здесь нет никакой работы Мы стараемся раскрывать Плечевые суставы Соответственно Нужно правильно стараться Отстраивать положение Меняем скрест рук Правая рука сверху Левая снизу Также соединили замочек Либо просто тянемся И помогая себе головой Вводим плечо дальше Назад Хорошо Плавно завершаем Снимаем нагрузку с плеч Дальше Выполним первый блок Подхода К дыхательным техникам Это у нас будет Капалабхати Знакомы ли с такой техникой? Кто-то знаком Кто-то не очень Тогда расскажу Как выполняется Это активный выдох Пассивный вдох Выдох Осуществляем за счет Брюшной стенки У нас Живот Подтягивается к позвоночнику Выдыхая воздух Далее мы его расслабляем Он пассивно выпрямляется И втягиваем в воздух Получается следующим образом Вот такое мы сделаем упражнение После того, как мы Сделаем 40 таких движений Мы делаем активный вдох Глубокий вдох Делаем глубокий выдох И далее Выполняем у Диана Банху То есть мы Живот подтягиваем К позвоночнику И под ребра Делая ложный вдох Расширяя грудную клетку То есть выглядит следующим образом Мы сделали выдох И на некоторое время Фиксируем такое положение После этого Как задержка закончилась Мы Выпускаем живот вперед Вдыхаем воздух Не расширяя грудной клетки Растягивая только живот Будет выглядеть следующим образом И также фиксируем дыхание на вдохе Давайте попробуем Сделать этот комплект Напоминаю Капалабхати Дальше я буду вам Подсказывать по ходу Сначала Уполняем капалабхати Приступаем После выдоха Глубокий вдох Глубокий выдох Подтянули живот К позвоночнику И под ребра Сделали ложный вдох Расширили ребра Зафиксировали положение Плечи стараемся расслаблять Отводим их вниз Держим задержку Комфортное время После того как Задержка заканчивается Плавно Делаем Небольшой довыдох И Останавливаем дыхание После этого Делаем глубокий вдох Наполняя брюшную стенку Наполняя живот Воздухом Ребра при этом Не раскрываем И фиксируем Дыхание на вдохе Такое положение Называется Ударабанха После того как Задержка закончилась Плавно Выдыхаем Буквально Один раз Делаем спокойный Вдох Выдох Далее Со вдохом Начинаем поднимать Руки Через стороны вверх И прикрываем Голосовую щель То есть Уполняем Уджая Как в самом начале Было Как и рассказывал Мы Сужаем головую щель На вдохе Произносим Со На выдохе Хам Делаем это Закрытым ртом Выдох И еще раз Со вдохом Со Выдох Хам Хорошо Плавно Завершаем Еще будем Сегодня подходить К дыхательным Техникам Через крест ног Перекатываемся На коленке Присаживаемся В джирасану На пяточки ног Совершаем Упираемся ладонями В коврик В районе Подъема в стоп Начинаем плавно Откатываться На подъемы Разминаем Голеностопы У всех у нас Разная степень Раскрытия Голеностопных суставов Кому-то будет Это легко даваться Кому-то тяжело Прикладывайте усилия Не стоит себя Мучить До легкого дискомфорта Хорошо И далее Перекатываясь Через пальчики ног Переходим В положение стоя Голова поднимается В последнюю очередь Далее Разомнем немного ноги А то сидели много У кого-то могли затечь Начинаем совершать Вращательные движения Тазобедренным уставом Руки можно положить на пояс Для поддержания равновесия Вращаем правой ногой Как амплитуду Выбираем максимальную Далее Начинаем вращать В другую сторону Вперед Хорошо Далее Выводим бедро вперед И начинаем совершать Круговые движения В коленном суставе В одну сторону В другую Далее Двигаем голени Вперед-назад Хорошо Теперь Выпрямляем ногу вперед И начинаем Разминать голеностопный сустав Вращаем в одну сторону Ногу стараемся Поднимать как можно выше Также Укрепляем Наше бедро В другую сторону Вращаем Хорошо Плавно завершаем Опускаем ноги На коврик А теперь Разминаем Левое бедро Вращаем Заберем столом Назад Вперед Выводим бедро Выводим бедро вперед И начинаем совершать Круговые движения Голенью В одну сторону Разминаем Разогреваем Наше колено В другую сторону Вытягиваем Вытягиваем Ногу вперед Разминаем Голеностопный сустав Ногу стараемся Поднимать Как можно выше Вращаем в одну сторону Голеностоп Стараемся терпеть Возникающий дискомфорт Пытываем аскезу В другую сторону Вращаем Хорошо Плавно Завершаем Снимаем Нагрузку С стоп И с ног Можно сделать Перебирающие движения Ногами Далее Ноги ставим На ширине Таза Ручками Вытягиваемся Вверх Протянулись За руками Еще выше Со вдохом Встаем На высочке И тянемся Как можно выше Руками вверх Далее Совершаем Наклон вправо Не опускаясь На пятки Выравниваемся И наклон Влево Вытягиваемся Вверх Далее Со вдохом Потянулись Еще выше Ушли В наклон Вправо И с выдохом Опускаемся На пятки Правую руку Опускаем вниз Левой рукой Интенсивно Вытягиваем себя Правая рука Ползает вниз По ноге Взгляд Направляем Вверх Вытягиваем Левую поверхность Ребер Хорошо Со вдохом Замочком Руками Потянулись Вверх Также Пристали На мысочки Максимально Вытянулись Уходим Наклон Влево С выдохом Опускаемся На пятки Левая рука Вниз И правой Вытягиваем Себя В сторону Левая рука Сползает Ниже Хорошо Плавно Завершаем Далее Выполним Еще один блок Дыханий Теперь у нас Будет Пхастрика Это Дыхание Похожее на Капалабхати Но здесь мы Делаем активный Вдох А активный Выдох Также за счет Брюшной стенки Выглядит следующим Образом То есть мы делаем И вдох И выдох Активно Это более Серьезная практика Так что по времени Будем Количество повторений Меньше Делать Выполним 20 раз После этого Будем выполнять Следующее упражнение Которое буду По ходу Вам Комментировать Сначала Приступаем К В пхастрики Также Приступаем К ней После выдоха Стараемся Двигать Только брюшной Стенкой Плечами Не шевелим И грудной Клеткой После того Как сделали 20 раз Глубокий Вдох Задержали Дыхание И начинаем Вращать Руками Назад Выпрямленными Кулачки Перед собой Проносятся На расстоянии Плеч То есть Близко Их не сводим После того Как дыхание Закончилось Делаем Резкий Выдох Ударяем Воздух Перед собой Далее Вновь С дыханием Уджая Поднимаем Руки Вверх Голосовая Щель Приклы Рыта Дыхание Стараемся Растягивать Подняли руки Вверх Потянулись С выдохом Плавно Их опускаем Вниз Должны Слышать Свой Выдыхаемый Воздух Далее Делаем Глубокий Вдох Задерживаем Дыхание И начинаем Совершать Движения Плечами Вверх Вниз Глубокий Вдох Руки У нас Напряжены Локти Не сгибаем После того Как дыхание Закончилось Ударяем Воздух Перед собой С резким Выдохом Хорошо Несколько Ровных Спокойных Дыханий Восстанавливаем Дыхание Далее Далее Делаем Глубокий Вдох Задерживаем Дыхание И начинаем Простукивать Себя Пальчиками По Грудной Клетке По ребрам Далее Простукиваем Кулачками Все это Делаем На задержке Дыхания И Несколько Сильных Ударов Ладонями Ударяем Воздух Перед собой Активный Выдох Хорошо Далее Вновь Уджай С разведением Рук Через стороны Восстанавливаем Дыхание Вот эти упражнения Которые мы сейчас Сделали Они Очень хорошо Способствуют Отделению Слизи В легких И Резкие выдохи Ее Выводят Наружу С очередным Вдохом Поднимаем Руки Вполняем Уджай И Пристаем На высочке На выдохе Опускаемся На пяточки Хорошо Далее Выполним Блок Баланцевых Хасан Для этого Отрываем Правое колено От коврика Подтягиваем Его груди Либо мы Находимся В таком же Положении Но подтягиваем Колено Сильнее груди И фиксируем Его Кто идет дальше Захватываем Большой палец Ноги Правой рукой И выпрямляем Ногу вперед Утхита Хастапангуштхасана Выполняйте Доступную На данный момент Вариацию Не стоит гнаться За сложными Вариантами Если выполняете Согнутым коленом Старайтесь Подтягивать Его ближе Груди Должны чувствовать Работу В тазобедренном суставе Вводим Ногу В сторону Прямую Либо согнутую В колени Стараемся Раскрывать Тазобедренный сустав И далее Укладываем Стопу На левое бедро В позу дерева В рикшасана Пяточку Подаем Чуть вперед Пальцы стоп Назад Это придаст Больше устойчивости Если только Недавно Начали заниматься Можно придерживать Ладошкой Голень Более Сложный вариант Ладони На мосте А еще лучше Уводим Ладошки В таком же положении Но за спину Кому доступно То есть тоже На мосте Но за спиной Если пока Недоступно То можно Соединить Локтевой замок Такой замок Также за спиной Это нам позволит Раскрыть Грудную клетку Работать Над ее Раскрепощением Выполняйте Доступные На данный момент Варианты Упрощения Усложнений Если сложили На мосте За спиной То старайтесь Уводить его Как можно выше Кто идет дальше Можно пробовать Уклонять голову Назад Стараться Головой Дотронуться До пальчиков Рук Повторюсь Что не стоит Гнаться За сложными Вариантами Хорошо Далее Пяточку Подтягиваем К ягодице Пока еще Не завершаем Комплекс На эту сторону Локти И лопатки Сводим ближе Друг к другу Раскрываем Грудную клетку Вытягиваем Переднюю поверхность Правого бедра Пяточку Вдавливаем Сильнее Ягодица Далее Левой рукой Вытягиваемся Вперед Ногой Оттягиваем Себя назад Натараджасана Поза Короля танцев Большой Указательный Палец Левой руки Можно Соединить В кольцо Выполнить Джиняну Мудру Мудру Знаний Ногой Оттягиваем Себя назад Отслеживайте Свои мысли Возвращайте Их на коврик Это последняя Астана На эту сторону Потерпим Немножко Хорошо Плавно Завершаем Опускаем Стопу На коврик Снимаем Нагрузку С левой стопы Далее Правая Нога Опорная Левую Сгибаем В колени Подтягиваем Груди Либо Подтянули Сильнее Кто идет Дальше Захватываем Большой палец Левой ноги Вытягиваем Ногу Вперед Фиксируем Такое Положение Постарайтесь Спину Держайте Прямой Лучше Выпрямить Спину Но Присогнуть Ногу Уводим Ногу В сторону Прямую Либо Согнутую В колени Раскрываем Тазобедренный Сустав Далее Стопу Укладываем На Правое Бедро В позу Дерева Выполняем Доступную Вариацию Либо Придерживаем Себя За Голень Либо Ладошки Мосты Перед Грудью Либо Соединяем Замочек Локтевой За спиной Стараемся Раскрывать Грудную Клетку И Кто идет Дальше Соединяем Ладошки Намасте За спиной И Поднимаем Их Как можно Выше Взглядом Фиксируем Неподвижную Точку На полу На стене Либо На потолке Чем выше Взгляд Тем сложнее Будет Держать Баланс Баланс Это положение Очень хорошо Показывает Наше Внутреннее Эмоциональное Состояние Чем мы Спокойнее Тем Проще Находиться В этом Положении Очень Взаимосвязанное Внешне Рукой Вытягиваемся Вперед Ногой Оттягиваем Себя Назад Здесь мы Также Сглядом Можем Зафиксировать Неподвижную Точку На полу Это Придаст Нам Больше Устойчивости Хорошо Плавно Завершаем Снимаем Нагрузку С правой Стопы Далее У нас Будет Очередной Подход К дыхательным Комплексу Вновь Выполним Пхастрику То есть 20 Активных Вдохов Выдохов После Этого На Задержке Будем Вращать Руками Также Выправленными Руками Вперед Приступаем К пхастрике Активный Выдох После 20 Дыханий Делаем Глубокий Вдох Задерживаем Дыхание И начинаем Вращать Руками Вперед После того Как дыхание Заканчивается Ударяем Воздух Воздух Перед собой Активно Выдыхаем Далее Дыхание Уджай Руки Через сторону Вверх Выдох Руки Вниз Делаем Глубокий Вдох Задерживаем Дыхание И совершаем Движение Плечами Вверх Вниз Руки Напряжены Локти Зафиксированы Должны Прям Чувствовать Здесь Такие Удары После того Как дыхание Заканчивается Ударяем Воздух Перед собой Активно Выдыхаем Делаем Вновь Глубокий Вдох Задерживаем Дыхание Простукиваем Себя Пальчиками Кулачками Несколько Сильных Ударов Ладонями Активный Выдох Дыхание Уджай Восстанавливаем Дыхание Выдох Руки Вниз И еще раз Хорошо Далее Ноги ставим На ширину плеч Руками Упираемся В поясницу Выполняем Со вдохом Прогиб И фиксируем Его Грудью Тянемся Вверх Локти Лопатки Сводим Ближе Друг Друг Ягодицы Бедра Напряжены Это позволит Снять нагрузку С поясницы Голову Назад Не закидываем Это перекрывает Кровеносные Сосуды Можно Потерять Равновесие Можно Представить За собой Колесо И нас Как будто Натягивает На это Колесо Вытягиваем Позвоночник Вдоль этого Воображаемого Колеса Старайтесь Глаза Не прикрывать Так Очень легко Потерять Равновесие Со вдохом Выпрямляемся Конечно Дышим Со вдохом Выпрямляемся С выдохом Уходим В наклон Под 90 градусов Упираемся Руками В бедра Вытягиваем Позвоночник Совершаем Покачивающие Движения Плечами Вытягивая Позвоночник И далее Поработаем Немного Со спиной Ладошки Укладываем Либо на масте Перед грудью Если нагрузку Не чувствуете То разводим Руки в стороны И кто идет Еще дальше Вытягиваем Руки вперед Во всех этих Вариантах Необходимо Чтобы выполнялось Условие Руки и спина В одной плоскости Параллельной Коврику Если условие Не выполняется Выполняйте Более простые Варианты Нам необходимо Правильно Отстраивать Асуну А уже после Работать Над усложнениями Ее Взгляд Направлен В пол Перед собой Шея Является Продолжением Позвоночника Стараемся Макушкой Тянуться Вперед А копчиком Назад Вытягивать Позвоночник Вес тела Равномерно Распределен По стопам Немножко Потерпим Укрепление Спины Очень важно Для нас Так как Это позволит Дольше находиться В медитативных Положениях А именно В медитативных Положениях Мы хорошо Работаем С дыханием Выполняем Проноямы О которых Будет Рассказано На лекции С выдохом Уходим В наклон Локтевым Замком Тянемся К коврику Расслабляемся Свисаем Можно сделать Покачивающее Движение Головой Проверить Что шея Расслаблена Либо Остаемся В этом Положении Кто идет Дальше Захватываем Голени И уходим В наклон Глубже Уттанасана Наклон Мы совершаем За счет Проворота В тазобедренных Суставах Можно Пробовать Присгибать Ноги В коленях Живот Укладывать На бедра И после этого Выпрямлять Ноги Не отрывая Живота От бедер Это позволит Выполнять Нам наклон С прямой Спиной Если Пока Гибкость Не позволяет Уйти Глубоко В наклон Ничего страшного Просто Можно Либо Лыхтевым Замком Вытягиваться Либо Захватывать Себя Чуть Выше За голени И стараться Совершить Проворот В тазобедренных Суставах Именно То есть У нас нет Задачи Головой Дотянуться До ног Наша задача Живот Положить На бедра А уже После Голова Сама Собой Ляжет На ноги С очередным Выдохом Ушли В наклон Глубже Со вдохом Плавно Выпрямляемся Голова Поднимается Последнюю очередь Во избежание Головокружений Упираемся В поясницу Короткий Прогиб Для компенсации Выпрямляемся Сейчас Будет Очередной Подход К дыхательным Упражнения Вновь Выполним Капалабхати Это Дыхание Где у нас Активный выдох Пассивный вдох И после этого Выполним Еще одну Технику Агнистаратхаути Крия Как она Выполняется Мы Прокачаем 40 раз Капалабхати Сделаем Глубокий вдох После глубокого Выдоха Мы выполняем Удьянабанку Которую мы делали Подтягиваем Живот к позвоночнику И под ребра И далее Начинаем совершать Движения животом Выпучивая его вперед И подтягивая обратно К позвоночнику Выглядит это Следующим образом То есть Мы прокачали Капалабхати Глубокий вдох Выдох Встаем в позу Рыбака Призгибаем ноги Руками упираемся В бедра Выполняем Удьянабанку И далее Начинаем совершать Движения животом Все это делаем На задержке Дыхания После выдоха Амплитуда может быть Разной Но для освоения Лучше Большой Амплитудой Но редкие движения То есть мы Частота у нас Маленькая Амплитуда большая То есть мы Втянули Выпустили Втянули Выпустили Так вы лучше сможете Контролировать Эти оба движения Это очень Важно Для нас Давайте Приступаем Капалабхати После выдоха После того Как сделали Сорок раз Делаем Глубокий вдох Глубокий выдох Поза рыбака Выполняем Удьянабанку И выполняем Агнесару Выпучиваем Живот Вперед Назад Спину Чуть-чуть Сгибаем Скругляем Совсем Чуть-чуть Так будет Проще Выполнять После того Как дыхание Заканчивается Делаем На выдох Выпрямляемся И далее Приступаем К дыханию Уджай Разводя руки Через стороны Выдох После выдоха Легкая Удьянабанха То есть Подтягиваем Живот Вновь К позвоночнику И под ребра Оширяя Грудную клетку Далее Вновь Вдох Выдох Удьянабанх Удьянабанх Ставим колени Угол 90 градусов Либо тупой Стопами Растягиваем Коврик В разные стороны Таз Стараемся Продавливать Ниже Таз В закрытом положении Смотрит Четко Вперед Не надо Допускать Вот таких Положений То есть Мы специально Пяточку Поднимаем Вверх Встаем На пальчики Чтобы таз Держать Четко Закрыто И далее Руками Вытягиваемся Вверх Руки Параллельно Друг Другу И выполняем Небольшой Прогиб Назад Стараемся Плечи Подавать Назад Но Не зажимать Шею То есть Мы их Опускаем Вниз И подаем Назад Фиксируем На некоторое Время Такое Положение Воин Первая Вариация Вироп Ходрас На 1 Следите Чтобы не было Острого угла В колене Если необходимо Сделайте Шаг Пошире Острый угол Травмоопасен Для колена Хорошо Далее Вытягиваемся Руками По диагонали Руки Спина И нога В одной Плоскости Одна Прямая Линия Чуть-чуть Осталось Потерпеть С выдохом Продавили Таз Пониже Со вдохом Упрямляем Левую Ногу Опускаем Пяточку На коврик Правая Стопа Под углом 45 градусов Руки Помещаем На бедро Выполняем Наклон И Вытягиваемся Позвоночником Макушкой Тянемся Вперед Руками Вдавливаем Бедро К себе В таз Таз Стараемся Закрыть То есть Мы Бедро Давили В левую Область Правую Часть Таза Подаем Вперед Далее С выдохом Опускаем Руки На пол Либо На кирпичики Здесь Важно Перенести Вес тела В руки Так что Можно взять Кирпичики Они Там В углу На матах Лежат Нога У нас Прямая Стараемся Ее Расслаблять И Вытягивать Здесь Также Можно Применять Дыхание Уджай В выдохе Направляем Места Наибольшего Дискомфорта С каждым Выдохом Стараемся Уходить Наклон Глубже Если Нога Призгибается И Нет Кирпичиков Под рукой Можно Руками Упираться В голень Чуть Повыше Будете С каждым Выдохом Стараемся Уходить Наклон Глубже Выдохи Направляем Места Наибольшего Дискомфорта Также Помогает Расслабить Ту область С очередным Выдохом Ушли Наклон Глубже Со Вдохом Присгибаем Левое Колено Опускаемся На Правое Макушкой Вытягиваемся Вверх Кирпичики Можно Отставить В сторону Со Вдохом Правой Рукой Потянулись Вверх С Выдохом Заводим Локоть За Левое Бедро Ладошки Укладываем На Мосте Корпус Разворачиваем Так Чтобы Грудь Оказалась Перед Кистями Рук Взгляд Направляем Вверх Фиксируем Такое Положение Стараемся Вытягивать Позвоночник Макушкой Тянемся В одну Сторону Копчиком В другую Открываем Грудную Клетку Кто Идет Дальше Правое Колено Поднимаем Над Ковриком Выполняем Балансовый Вариант Дышим Животом Массируем Органы Брюшной Полости Не стоит Гнаться За сложными Вариантами Лучше Правильно Отстроить Более Простой Вытягивать Позвоночник Так как Здесь идет Скрутка Соответственно Скрутку Уполняем На растянутый Позвоночник Плавно Завершаем Раскручиваемся Ладошки Помещаем На коврик Левую ногу Уводим назад Прямой Упор Завиксировали Такое положение Таз Находится На одной Прямой Линии С ногами И спиной Проследите За этим Таз Не должен Быть задран Не должен Быть провален Вниз Вы должны Напрячь Мышцы Пресса И удерживать Таз На одной Прямой Линии Нижний Упор Читуранга Дандасана Собака Мордой Вверх Ноги На подъемах Стоп Грудью Тянемся Вперед Макушкой Вверх Плечи Подаем вниз Не зажимаем Шею И откатываемся Назад Собака Мордой Вниз Руки На ширине Плеч Ноги На ширине Таза Копчиком Тянемся Вверх Руки Спина В одной Плоскости Грудью Тянемся К коврику Хорошо Со вдохом Правой ногой Делаем шаг Вперед И упрямляемся Вновь у нас Правая стопа Теперь Смотрит Вперед Левая На пальчиках Ноги На параллельных Прямых Как будто На лыжне Таз В закрытом Положении Смотрит Четко Вперед Ногу Приизгибаем В колене Угол 90 градусов Либо тупой Стопами Растянули Коврик В разные Стороны Загрузили Ноги Далее Руками Вытягиваемся Вверх Плечи Опускаем Вниз Не зажимаем Шею И стараемся Увести их Назад Выполняем Прогиб Фиксируем Некоторое время Такое положение Сгружаем Наши мышцы Чем Интенсивнее Мы загрузим Бедра Тем В следующем Положении Будет Легче Их Расслабить Растянуть Мы чередуем Напряжение И расслабление Метод называется Пир Пост-изометрическая Релаксация С выдохом Продавили таз Пониже Со вдохом Упрямляем Правую ногу Левую стопу Опускаем На коврик Под углом 45 градусов Уходим В наклон Руками Упираемся В бедро Подаем Бедро Внутрь Таза Таз Разворачиваем Вперед Закрываем Его И далее С выдохом Опускаем Руки На коврик Либо на кирпичики Уходим В наклон Глубже Применяем 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 Дыхание Уджай Дыхание Через Суженную Горловую Щель Такое Дыхание Помогает Нам В астрах На вытяжение Уходить Глубже С каждым Выдохом Уходим В наклон Глубже Плечи Стараемся Держать На одном Уровне Не допускайте Перекосов В плечах Если ладошки Легко Опускаются На коврик То тянемся Предплечьями С очередным Выдохом Ушли В наклон Глубже Со вдохом Присгибаем Правое Колено Опускаемся На левое Макушкой Вытягиваемся Вверх Со вдохом Левой рукой Потянулись Вверх С выдохом Заводим За правое Бедро Ладошки Укладываем На мосте Корпус Скручиваем Так Чтобы Грудь Оказалась Перед кистями Рук Взгляд Направляем Вверх И фиксируем Париврита Паршу Канасану Кто идет Дальше Левое Колено Поднимаем Над ковриком Левую Ногу Упрямляем Пяточкой Тянемся Назад Выполняем Балансовый Вариант Стараемся Вытягивать Позвоночник Макушкой Тянемся В одну сторону Копчиком В другую Старайтесь В асанах На скрутку Сильно себя Рычагом Из рук Не скручивать Так как Если ваша Спина Не подготовлена Вы можете Этим Повредить То есть Локти Нам помогают Скрутиться Но Не очень Много Нагрузки Прикладывайте Хорошо Плавно Завершаем Раскручиваемся Уводим Правую Ногу Назад Ложимся На живот Ладошками Упираемся Под плечами Вытягиваем Позвоночник Прям Вытащить Его нужно Из таза Хорошо Ложимся И далее Выполняем Тханурасану Позу Лука Захватываем Голени Сначала Поднимаем Грудную клетку Над ковриком Кому Нагрузки Достаточно Остаемся В этом положении Кто идет дальше Отрываем Бедра От коврика Следующий Вариант Соединяем Стопы Вместе И кто идет Еще дальше Соединяем Колени Не стоит Гнаться За сложными Вариантами Нам Надо работать Со своими Нынешними Закрепощениями Прорабатываем То что есть На данный момент Дышим Животом Здесь также Оказывается Активный Массаж Органов Брюшной Полости Улучшается Перистатика Кишечника Кровообращение Стараемся Ногами Натягивать Себя Как тетиву Лука Мы не должны Расслабленно Висеть А все Тело Натянуто Активно Работают Бедра Плавно Расслабляемся Опускаемся На коврик Ладошку Укладываем На ладошку Лоб Упираем В ладони Совершаем Покачивающее движение Тазом Расслабляем Поясницу Снимаем С нее Нагрузку Такое Приятное Движение Несколько Ровных Спокойных Дыханий Настраиваемся На еще Один Подход К Тхун Рассани Расслабляем 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 Руки К Р EE Я С gin ре Пр meu К Доступен Такой Вариант Это если У вас Уже Удавалось Стоп Сводить Вместе Соответственно, у вас получится руки на перекрест взять Кому такое упражнение пока недоступно, выполняем более простой вариант Просто стараемся ногами оттягивать себя Нам не нужно выполнить красивое какое-то положение Мы стараемся выполнить эффективное положение, которое позволит нам проработать наши мышцы Раскрываем здесь грудную клетку На пару секунд натянули себя ногами максимально сильно И далее расслабляемся Вновь ладошка на ладошку, лоб упираем в ладони И еще пару ровных, спокойных дыханий Восстанавливаем дыхание, делаем покачивающие движения тазом Хорошо, далее упираемся руками под плечами Прямой упор Далее доступным для вас способом переносим ноги вперед, присаживаемся на ягодицы Лучше всего это делать, пронося ноги в прыжке Ну, можно просто подпрыгнуть к рукам и дальше перешагиванием вывести ноги вперед Присаживаемся с вытянутыми вперед ногами Расправили ягодицы, вытащили их из-под себя Чтобы тазовые косточки опустились на коврик Со вдохом потянулись за руками вверх Вытягиваем, растягиваем межреберные мышцы С выдохом уходим в наклон прямым ногам Пощематанасана Захватываем либо пальцы стоп, либо стопы, либо голени Кому как доступно Стараемся спину держать прямой Это очень важно Наклон мы уходим за счет проворотов тазобедренных вставок То есть у нас большинство наклонов именно так совершается Здесь мы тоже можем применить дыхание у джая И с каждым выдохом расслабляемся и уходим в наклон глубже Пощематанасана очень эффективное положение Вытягивает всю заднюю поверхность тела Если пока гибкость не позволяет, то лучше захватываться не за стопы За счет сгибания ног А выпрямить ноги, либо использовать ремешок и захватывать голени Так будет более эффективно Если мы в таком положении находимся, у нас никакие мышцы не работают В таком положении у нас идет вытяжение задней поверхности И со временем, если мы будем практиковать, прикладывать усилия Мы будем уходить все глубже и глубже в наклон Стараемся выполнять небольшой прогиб в пояснице Это позволит нам держать спину прямой Отлично, ничего страшного, если еще пока находимся высоко Главное, мы прикладываем усилия, работаем над собой Это самое важное Главное, процесс Есть мнение, что пищематанасана, то положение, которое мы сейчас выполняем Продляет жизнь Так и называется она, поза долголетия Чем дольше мы ее выполняем, тем она эффективней С очередным выдохом ушли в наклон глубже Далее плавно упрямляемся Стопы соединяем вместе Подтягиваем их к паховой области Разворачиваем как страницы книги стопы Это позволит бедра опустить чуть ниже И далее локтями надавливая на бедра либо голени Разводим их шире, приближая к коврику Спину при этом не скругляем Спина у нас прямая И на некоторое время фиксируем свое крайнее положение У кого бедра опускаются низко, можно пробовать уходить в наклон Также за счет проворотов тазобедренных суставов Это положение эффективно раскрепощает тазобедренные суставы Подготавливает нас к освоению медитативных положений Со скрещенными ногами И здесь достаточно сложно себя как-то травмировать самостоятельно Так что можно прикладывать усилия локтями Прямо активно растягивать себя Будет возникать дискомфорт Но нужно его терпеть Мы испытываем аскезу И за счет этого У нас происходит продвижение в практике То есть мы, практикуя, должны выводить себя из области комфорта То есть мы Если мы в области комфорта находимся То у нас не происходит никакой работы, никакого развития Если мы вышли из области комфорта, проработали То у нас будет какой-то прогресс Но также не стоит перегибать в другую сторону То есть чрезмерным усилием прикладывать Так же вредно можно себя травмировать С очередным выдохом ушли в наклон глубже То уходил в наклон, бедра растянули ближе к коврику Далее плавно упрямляемся Помогли себе руками собрать бедра Уводим стопы вперед Теперь у нас ноги образуют ромбик То есть стопы по-прежнему соединены вместе Далее мы уходим в наклон Лбом тянемся к ногам Стараемся лоб опустить на ноги Если это легко получается То уводим стопы чуть дальше от себя И так же повторяем эту процедуру Уводим Кому это тоже легко Уводим дальше И лоб стараемся опустить на коврик перед пяточками Не забываем про прямую спину И про ворот тазобедренных суставов Поза черепахи Курмасана Отслеживаем свои мысли Стараемся их постоянно держать на коврике То есть вы внутренним взором можете Проходить по своему телу Отстраивать положение Наблюдать за теми ощущениями Которые у вас сейчас в теле Отслеживать свое дыхание Дыхание должно быть ровным, спокойным Хорошо Плавно упрямляемся Далее Выполним компенсацию Левую ногу располагаем на коврике Так, чтобы пяточка касалась правой ягодицы Правую ногу помещаем сверху Колени заводим так Чтобы они оказались друг над другом Они могут быть близко Либо на каком-то расстоянии Все зависит от степени раскрепощенности Тазобедренных суставов Главное следить так Чтобы они были примерно в одной плоскости Мы сидим на двух ягодицах То есть на пяточку садиться не надо Пяточка отведена чуть-чуть в сторону Она касается ягодицы Отстроили положение Далее Переплетаем руки Таким образом Образуем гаруду из рук Выставляем сначала одну руку Правую руку помещаем сверху И соединяем ладошки Далее Со вдохом Поднимаем Эту композицию Из рук вверх С выдохом вниз Со вдохом Отводим от себя С выдохом к себе Хорошо Плавно Раскрепощаемся Меняем С крест Ног То есть теперь правая нога Снизу Пяточка касается ягодицы Левая нога сверху Переплетаем руки То есть снова правая Левая Сверху И соединяем Замочек Со вдохом Вытягиваем руки вверх С выдохом вниз Со вдохом от себя Выдохом к себе Хорошо Расплетаемся Далее Левую ногу Выпрямляем вперед Правую Помещаем за Бедро С левой стороны Угу Со вдохом Левой рукой Потянулись вверх С выдохом Заводим за Левое бедро Вполняем Еще одну скрутку Взгляд Уводим за спину Дышим Животом Кто идет дальше Можно Соединить руки Замочек За спиной Не забываем Вытягивать Позвоночник Если Правая рука Находится сзади То не заваливаемся На нее Она просто Поддерживает Равновесие Плавно Расплетаемся Вытягиваем Правую ногу Вперед Левое За правое Бедро Со вдохом Правой рукой Вытянулись Вверх С выдохом Заводим за Левое бедро Вполняем Скрутку Влево Кто выполнял Усложнение Так же Его Выполняем Плавно Раскрепощаем Руки Ноги Далее У нас будет Блок Перевернутых Хасан Напомню Противопоказания Большой плюс Большой минус Глаза Травмы Шеи Позвоночника Операции Перенесенные На шеи Позвоночники Критические Дни у женщин И беременность Если по каким-то Причинам Не готовы Выполнять Ноги Укладываем Ромбиком Как мы уже Делали Ложимся На спину И пассивно Раскрываем Тазобедренные Суставы Супта Батхаканасана То готов Приступить То Ложимся На спину Пяточки Подводим К ягодицам Захватываем Голени Отрываем Таз От коврика И выполняем Мостик То есть Максимально Высоко Поднимаем Таз Хорошо Далее Заводим Руки Под Поясницу Упираемся В крестец Руками И пробуем По одной Ноге Поднимать Вверх Сначала Одну Подняли Ногу Опустили Вторую Подняли Если чувствуете Уверенность То Поднимаем Обе ноги Выполняем Ипорит Коране Мудро Тело У нас Под углом 45 градусов Это не Сарвангасана Не поза Березки То есть Мы Тазом Лежим В чаше Из рук Если пока Такое Упражнение Не получается То можно Продолжать Стоять В мостике Это Также Перевернутое Положение Перевернутым У нас Считается Асана В котором Таз Находится Выше Уровня Сердца То есть Здесь Уже Происходит Венозный Отток Что Благотворно Влияет На Наши Конечности Так как Обогащается Кровь Лучше Кислородом Далее Переходим В сарвангасану Поднимаем Ноги Выше Руками Упираемся В спину Ближе К лопаткам Стараемся Как можно Ближе Перешагнуть К лопаткам Вес Тела У нас В плечах Не надо Надавливать На шею К лопаткам К лопаткам К лопаткам Перевернутое Плечах Плечах Перевернутое К лопатки Обладает Успокаивающим Рекомендуется Перед сном Далее Заводим Ноги За голову Положение Халасана Поза плуга Руки Помещаем На коврик И далее Используя руки Как рычаги Раскатываем Тело По коврику Опускаем Позвонок За позвонком Делаем это Не спеша Стараемся Чувствовать Каждый Свой позвонок Далее Выполним компенсацию Ладони укладываем Под ягодицы Руки сгибаем Локтя Выполняем Прогиб Макушкой Упираемся В коврик Матсиасана Поза рыбы Вес в голову Стараемся Не переводить Плавно Завершаем Раскладываем Тело По коврику Далее Готовимся К шавасане Занимаем Такое положение В котором Сможете Находиться Не шевелясь Некоторое время Руки Ноги Раскладывайте На ширине 30 градусов В таком положение Ладошки Ладошки Смотрят Вверх Сейчас Внутренним взором Будем Проходить По телу И стараться Расслабить Части тела Различные Я их буду Проговаривать Вы Обращайте В них Своё внимание Старайтесь Расслабить Сейчас погасим свет Чтобы нам Не мешало Пошевелили Расслабили Правую стопу И левую стопу Правую голень И левую голень Правое бедро И левое бедро Наши ноги Полностью Расслаблены Внутренний взор Перенесли В руки Пошевелили И расслабили Правую кисть И левую кисть Правое предплечье И левое предплечье Правое плечо И левое плечо Наши руки Полностью Расслаблены Внутренним взором Прошлись по позвоночнику От копчика До макушки И расслабили Каждый его отдел Крестцовый Поясничный Грудной Шейный Сделали глубокий Вдох С выдохом Расслабили Живот Крудную Клетку Расслабили Шею Мышцы лица Щеки Глаза Губы Нос Лоб Наше тело Полностью Расслаблено Наблюдаем Наблюдаем Как воздух Наполняет Легкие И покидает И покидает Их Дыхание То откладывайте В сторону После практики Вы к ним вернетесь Старайтесь Находиться В сознании И не засыпать Мрита Мудра Отдыхаем Наблюдо Не aquell Вишна Вам Ней 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 с прямой спиной, макушкой вытягиваемся вверх, по крайней задней траектории поднимаем руки над головой, перед грудью и посвящая плоды от сегодняшней практики родным, близким, друзьям, знакомым и всем живым существам споем троекратную мантру Ом. Глубокий вдох. Короткое простирание. Благодарю, что практиковали сегодня вместе, также благодарю онлайн-зрителей. Сейчас будет небольшой перерыв и далее будет лекция, посвященная дыханию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok